Дорогие уважаемые коллеги, известно, что заболеваемость гермоногенными опухолями яичка в настоящее время растет, отмечается рост уровня заболевания практически в два раза по сравнению с 80-м годом и что хочется отметить, что болеют преимущественно молодые мужчины от 20 до 39 лет. Следующее. Гермоногены и опухоли яичка хорошо подаются лечению в настоящее время, однако по причине поздной диагностики и неадекватного лечения в нашей стране отмечаются гораздо низкие цифры по сравнению со странами Европы и США. К причинам поздней диагностики можно отнести традиционное стремление скрывать изменения в области половых органов, отсутствие неприятных субъективных ощущений в ранних стадиях, низкий уровень центральной культуры и невнимательное отношение к здоровью, низкий уровень социальной зрелости, а также низкий профессиональный уровень врачей первичного приема. Дальше. Нарушение гермоногенной и гормональной функции яичек является следствием дисфункции клеток лейдига и сиротолий как результат перекрестных генетических дефектов при инфертильности рака яичка. Следующий, пожалуйста. В работе Петерсона хорошо представлено существенное снижение качества эрикулята при гермоногенных опухолях яичка по сравнению с злокачественной лимфомой яичка, а также по сравнению с здоровых мужчин. В отдельные проблемы можно отнести инциденталому яичка. По сравнению с опухолями больших размеров, доступных при пальпации, то инциденталомы яичка обычно выявляются при приеме у врача-андролога по поводу бесплодия. Это симптоматически непальпируемые образования гипоэхогенной структуры размерами менее 1 см при нормальном уровне маркеров. Инциденталомы выявляются довольно-таки редко. Следующий слайд. Как правило, это гипоэхогенные образования, но бывают и гипер- и гетероэхогенные образования. Следующее. Не стоит забывать то, что, как правило, врачами-андрологами инциденталомы пропускаются, но также выявляется гермоногенопухоль при данной ситуации. Конкретный клинический пример. Следующий слайд. Пациент 36 лет обратился на прием к андрологу по поводу бесплодия, олигоостенотератозооспермия. При ультразвуковом исследовании выявлено образование яичка. По данным компьютерной томографии отдаленных метастазов не выявлено. Пациенту выполнено... Следующий слайд. В магниторезонансной томографии, где также определяется гипоэхогенное образование размерами менее 1 см, и пациенту выполнена резекция яичка. Следующий слайд. Резекция яичка под ультразвуковой навигацией с применением операционного микроскопа. Следующий. При срочном гистологическом заключении данных за опухолевую патологию не выявлено, однако при плановой гистологическом исследовании выявлены клетки семеномы. Ситуация обсуждена с пациентом, и после чего выполнена оргфоникулактомия. Это еще раз подтверждает о том, что инциненталомы должны обследоваться по алгоритму герменогенных опухолей яичка. Следующий слайд. Следующий. Сами по себе герменогенные опухоли яичка часто сопряжены с инферктивностью до лечения, так и высокоагрессивное лечение в объеме химиотерапии, лучевой терапии, также агрессивного хирургического лечения в объеме заброшенной лимфоденоктомии, приводят к инферктивности и гипогонодизму. Следующий слайд. Если говорить о роли химиотерапии, то токсическое влияние химиотерапии сохраняется в течение полугода, но через 12 месяцев при нормальном сперматогенезе он восстанавливается после химиотерапии практически у 94% больных, а через 24 месяца у 97%. Следующий. Сама по себе орхофониколутомия как важный диагностический и лечебный этап при лечении герменогенных опухолей яичка также несет в себе элементы инфертильности. Следующий. Если говорить об органно-сохраняющем операциях, то в настоящее время они имеют строго абсолютные показания. Это синхронные билатеральные опухоли, метахронные опухоли яичка и опухоли единственного яичка. Следующий слайд. Следующий, пожалуйста. Заброшенная лимфоденоктомия как этап комбинированного лечения после химиотерапии несет в себе удаление резидуальной опухоли, максимальной циторедукцией с учетом границ регионального метастазирования и приводит к ретроградной регуляции в практически в 50-80% случаях. Следующий. При нашей работе ретроградная регуляция путем аппаратурного доступа выявлена в 45%, при лапароскопии до 83% случаев. Нами оценивано 336 пациентов с грамминогенной опухоли яичкой, где выявлено следующий слайд. Как я уже говорил, неадекватное качество стадирования. Только 12% пациентов получили адекватное стадирование и, естественно, и после этого полноценное лечение. Это низкие показатели по сравнению с результатами стран Европы и США. Следующий. Из 300 пациентов только 130 пациентов выполнили спермограмму до орхофониколоктомии. И в 61 пациентах были изменения спермограммы. Следующий. Криоконсервацию регулятора осуществили 59 пациентов. Только двое пациентов после лечения через год на фоне только ремиссии выполнили спермограмму. У них норма спермия и родились здоровые дети. Рожденных детей после лечения было 8. Один пациент воспользовался сохраненным регулятом. Следующий. Как я говорил, болеют в основном молодые мужчины, поэтому актуальной проблемой является возможность иметь детей после завершения лечения. А так как уже имеются изначальные нарушения сперматогенеза, то криоконсервация спермы должна быть стандартной процедурой у всех больных репатриотированного возраста. Следующий. Также эти пациенты должны обследоваться на фертильность, и спермограмма должна выполняться как до, так и после лечения. Следующий. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.